10 декабря неофициально отмечается Международный день футбола, поэтому актив волонтерского центра чемпионата мира по футболу, который находится на базе Сочинского государственного университета, решил провести тематический урок, во время которого школьники узнали, как будет проходить мундиаль, на каких стадионах и какая роль отводится волонтерам. Слушателями стали потенциальные кандидаты в добровольцы, это учащиеся 10-х и 11-х классов. Вот 11-й классы на данный момент еще могут стать волонтерами чемпионата мира по футболу, потому что им как раз будет 18 лет. Ну а кому не будет 18 лет, с 16 лет можно стать городским волонтером чемпионата мира по футболу и Кубка конфедерации. Чтобы пополнить ряды добровольцев, необходимо желание и знание английского языка. Школьной программы вполне достаточно. В волонтерском центре ждут не только молодежь, но и добровольцев серебряного возраста. Кстати, в Сочи рекордсмен по количеству заявок, их уже 8400. Набор добровольцев завершится в конце декабря. Алина Вартанян проводит последний этап отбора – интервьюирование. Говорит, участие в таком мероприятии принесет только пользу. Для каждого это будет грандиозный и большой опыт. И в дальнейшем, я думаю, они смогут улучшить, тем самым поучаствовать в данном мероприятии, они смогут улучшить языковые свои навыки, пообщавшись с иностранцами. Позиции достаточно различные и многофункциональные. То есть, очень важно узнать, какой человек, какие у него качества, насколько он стрессоустойчив, коммуникабелен он в общении или нет. Всего на чемпионате мира по футболу будут задействованы 1400 волонтеров. Их обучение начнется в апреле 2017 года. А пока актив волонтерского центра передал в дар музею спортивной славы официальный баннер, волонтерские майки, бейсболки, браслеты и другую футбольную атрибутику. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.